Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM А вот, как сообщают новости, ряд СМИ чиновников опять станет больше Во вторник минувшие состояло заседание правительства области И в его рамках глава департамента госсобственности Павел Смерти Нагласил доклад по вопросам повышения эффективности управления государственным имуществом Но при этом, по его мнению, видимо, логика процесса такова Чтобы эффективность повысилась, людей, облеченных полномочиями, сирийских чиновников, должно стать больше Я, в принципе, знаете, Азий Залевич, примерно предполагаю ваш ход мысли И что вы будете думать по этому поводу Но, тем не менее, давайте прокомментируем То есть можно не отвечать? Вы уже знаете, что здесь Это я, просто мне очень, как вам сказать, очень близко ваше мнение по ряду тем Но мы же с вами, собственно, в эфире пребываем в прямом ради того, чтобы нас слушали люди Им интересно ваше мнение, поэтому скажите его Что вы думаете по этому поводу? Эффективность действительно зависит от количества чиновников? Нет Вот и весь комментарий Нет, эффективность управления государственным имуществом Можно препарировать на несколько, так сказать, составляющих То есть эффективность самого государственного имущества Эффективность управления им Эффективность управления им теми людьми, которые ими сегодня управляют Нет, но эффективность его самого, она априори имеет место быть Если и дальше по цепочке им эффективно управляют, правильно? Я думаю, что государственное имущество, оно нужно только тогда сохранять Государственную собственность на то или иное имущество Когда это имущество, тут я, может быть, не отличаюсь от многих Когда это имущество необходимо в той мере, в какой оно служит интересам населения Потому что предприниматель очень часто не будет вкладывать и не будет вести бизнес в сферах В которых он не получает достаточного количества прибыли Ну, конечно Очень много есть разных функций государства, которые государство должно осуществлять И поэтому вот такое государственное имущество имеет право на существование Все остальное государственное имущество, ну, не знаю, спорно очень И, соответственно, что эффективность остального государственного имущества Наверное, определяется тем, как оно соотносится с эффективностью частной собственности На такое же имущество Но очень часто мы знаем, что эффективность частной собственности Она выше, чем эффективность государственной собственности В одном и том же направлении Поэтому, а что касается эффективности управления, то я думаю, что чем больше количество людей, управляющих этим имуществом, сильно оно не увеличилось, количество этого имущества, тем хуже оно управляется. Потому что больше согласований, каждый одну сторону только видит, и хорошо, так сказать... Свой кусочек деятельности. И, честно говоря, вообще большой противник сегодня увеличению количества чиновников, потому что их количество увеличивается там, где не надо, а в тех местах, где нужно. Ну, например, мы все знаем, что сегодня выходные не работают таможенные посты. В связи с этим приходящий груз, значит, стоит либо на железных дорогах, либо еще где-то. Так было всегда или это новое? Нет, это не новое, это уже что-то года три, может быть, назад, года четыре назад. В серии, что они должны отдыхать? Или какая мотивировка-то? Почему не работаете? Ну, просто нет, это было сделано в порыве сокращения количества государственных чиновников. Но сокращают работников полевых, сокращают тех, кто нужен, а увеличивают количество тех, кто не нужен. Тех, кто не нужен. Да, поэтому я считаю, что нужно просто повысить не эффективность управления, значит, государственным имуществом, а повысить эффективность управляющих государственным имуществом, и тогда не нужно будет дополнительное количество чиновников, которые плодятся за наш счет. Я считаю, что сегодня в этой ситуации, которая сложилась с областным бюджетом, любое увеличение расходной части, пусть на копейки, пусть на рубли, должно сегодня согласовываться с населением, которое формирует этот бюджет. Пусть наполовину оно формирует, потому что сегодня увеличат количество чиновников, завтра увеличат количество председателей комитетов ЗАГС, собрания, которые, значит, будут получать тоже послезавтра, еще что-нибудь придумают. Думаю, что надо поставить, уже прекратить такое увеличение расходной части бюджета, нужно думать о том, как протягивать ножки по одеялу. Сито какое-то создать, какие-то препоны создавать. Я думаю, что нужно повысить эффективность деятельности правительства вообще, и губернатора в частности, тогда все будет отлично. Знать бы как. Ну да ладно, есть люди, да, которым может быть видно. Я думаю, что да, пути есть, и есть люди, которым видно. Главное, чтобы было видно тем, чью эффективность надо повышать. Это точно, это бесспорно. Слышали ли вы про ситуацию, связанную с общественной палатой, общественным советом, а именно то, что из общественного совета при УВД, из этого состава, с формулировкой за неоднократное игнорирование заседаний, был исключен секретарь общественной палаты Тахир Мамедов. Тахир Ильич, говорят, очень удивился, узнал об этом от журналистов. Вообще, в принципе, здесь, наверное, сложно, чтобы это ни было комментировать. Я, наверное, сформулирую вопрос скорее так. Мне интересно ваше мнение по части, раз уж мы говорим с вами об эффективности, да, по части эффективности, оправданности, нужности, необходимости, значимости и пррррр этих двух общественных органов. Общественного совета УВД и Общественной палаты. Ясно. Любите вы Общественную палату, да, вместе со мной? Нет, смотрите, вот посмотрите, Алис Алич, вообще ни при чем, понимаете, это свежая новость, которую я предлагаю к обсуждению, понимаете, то есть я совершенно ни из каких там анналов, ни откуда там не извлекала, вот оно, вот оно. Ну, первое, что приходит на голову, ну, исключили, исключили. Ну, что от этого? Ну, это может быть какой-то жест? Это может быть специально? Это может быть жест. Я думаю, что сильно, значит, ухудшится работа Общественного совета про УВД от того, что там перестанет присутствовать председатель Общественной палаты. Так он, говорят, и не присутствовал. Ну, тем более. Вот. Нужно ли держать номинальных, значит, членов в том или ином совете? Конечно, нет. В любых советах нужно держать людей, не только держать, а избирать туда любые общественные формирования людей, которые будут в этих общественных формированиях работать. Они не должны быть там свадебными, генеральными. У нас очень много создано общественных формирований, где люди приходят только посидеть, получить статус, повлиять реально, высказать потом свое мнение. Не боятся его, да, высказывают. Не боятся его, расходящиеся с сомнением власти. Ну, по Общественной палате я ничего не говорю, потому что он формируется губернатором, поэтому вряд ли будет сильно выступать против, так сказать, власти, потому что, ну, завтра возьмут, расформируют, не дай бог, там, и на следующий срок тебя не выдвинут там и не изберут. А люди, которые любят там всякие статусы, они, ну, они боятся быть невыбранными. Вот, а поэтому по Общественной палате мы уже высказывались. Мне кажется, что низка его сегодня эффективность, его работы очень незначительно. И связано это прежде всего с его руководством и с теми членами, которые видят себя, видимо, таковыми на сегодняшний день. А совет при УВД? Ну, честно говоря, еще раз если вернуться вот к этой фразе, что в советах должны присутствовать люди, которые хотят, желают и умеют каким-то образом воздействовать на ту политику, ту ситуацию в области охраны общественного порядка, в области взаимодействия населения с органами полиции. Вот должны быть вот такие люди, которые активно взаимодействуют, то есть активно помогают, разъясняют и, может быть, изменяют политику УМВД по общественной безопасности. Вот такие люди, они просто сидящие там, заседающие, периодически посылающие какие-то там сигналы, что я тоже тут член. Поэтому, ну, давайте посмотрим, как изменится работа общественного совета при УМВД после того, как оттуда убрали господина Момент. Видите, что интересно, интересен сам механизм, я сильно сомневаюсь, что вот собрался этот общественный совет, ну, предположим, в данной ситуации при УВД, и этот общественный совет сильно влияет на то или иное решение, которое уже там про себя в голове, у себя принял, значит, глава УВД по Кировской области. Это не должно на его-то решение, я ведь не про это, а на его-то решение. Нет, это мне просто интересно вообще, суть работы в чем? Чтобы люди, вот эти входящие в совет, могли высказаться, вот, а мы не согласны с вашими, предположим, методами работы? Ну, методами работы, может быть, нужно подкорректировать цели работы, может быть, там... Думаете, говорят? Может быть, ну, раз не говорят, значит, очередными вытурненными из общественного совета будут они. Но, значит, совет будет неэффективным. Люди, которые там работают, они должны говорить, они должны эти вопросы... Конечно, по логике. Но, как мы с вами знаем, с логикой... Хочется сохранить статус члена общественного совета при УВД. Ну, я не знаю, я думаю, что то, как действует Солодовников, наверное, позволяет надеяться на то, что члены общественного совета будут иметь возможность каким-то образом влиять, и, соответственно, это будет менять отношение населения к органам полиции. Значит, так, сейчас сформулирую. Слышали ли вы о том, что мы с вами не раз говорили и соглашались, вот я совершенно была тоже на вашей... Ну, придерживалась той же точки зрения, что Светлана Владиславовна Медведева старалась изо всех сил, в принципе, говоря, анализируя ее деятельность на ее минувшей должности, как глава департамента, начальник управления, поддон, физкультуры и спорта, что сделано было достаточно много, и, в принципе, там, где было почти невозможно, там, порой старалась во что-то вмешиваться, может быть, именно поэтому все произошло так, как произошло. И, в принципе, долго бродили мысли и ходили мнения, что, может быть, она все-таки передумает и все-таки вернется, там же, по-моему, после вынесения этого некоего вердикта, это, по-моему, право оставаться на госдолжности у нее оставалось? Нет, по-моему, нет. Разве? Да, она была... Я помню, что, по-моему, там с правом... Ну, неважно, хорошо, это требует уточнения. Она получила расставить черную метку, скажем так. Это требует уточнения. Ну, может быть, у меня другие сведения. Хорошо, тогда это просто немножко изменяет весь концепт. Слышал, что она перешла, что она будет организовывать... Она теперь будет моей коллегой, и она теперь будет радиоведущей на радиостанциях о Москве в Кирове. Знаете, хорошо. И почему хорошо? Потому что, ну, во-первых, одна из находок, вот, при том, что таких находок у Никиты Юрьевича немного, она одна из находок... Там, скорее, Сергей Владимирович нашел, я бы так сказала. Молодец, Сергей Владимирович, что нашел вот, значит, такого человека, значит, в чем ее особенность? Человек, который умеет консолидировать разные силы... Для достижения целей. Для достижения целей, причем не просто каких-то, а в интересах населения области. Человек открытый, добрый, человек... И не безразличный, да, согласитесь? Да, и не безразличный. При этом она очень упорно идет, так сказать, она настойчива, она понимает, как и что сделать, чтобы вот эти вот благие цели достичь. Поэтому хорошо она может использовать вот эти свои качества, консолидирующие теперь у вас на радио, и, может быть, действительно, чем больше людей ее будут слушать, тем больше они будут проникаться идеями детского спорта, развития спорта на территории Кировской области, физкультуры, оздоровления и так далее, и так далее. Жаль только то, что теперь Светлана Владиславовна может исключительно инициировать, ну, как вот, как любой журналист, да, там, инициировать некий, там, призыв, да, к тому, чтобы кто-то, там, прислушался, еще что-то. А на минувшие ее должности она могла на это реально повлиять? И вот, и делала это, главное, что самое? Думаю, что она, во-первых, успела запустить правильный процесс, проложила правильные рельсы и успела создать эффективную, успела создать продуктивную команду, которая после ее ухода будет вести дело в том же направлении. По крайней мере, то, что более-менее слышно, и то, как они работают, пока говорят об этом. Надеюсь, что в дальнейшем это не изменится. И это, кстати, тоже говорит о том, как умеет работать Светлана Владиславовна. Не пропадет наш скорбный труд, да? Хорошо бы. Как вы относитесь к шумной ситуации, связанной с недовольством людей по поводу строительства нового здания для Вятской торговой промышленной на углу профсоюзной Карла Маркса в сквере? Ситуация, говорят, что там очень много подводных камней, но если смотреть на вершину айсберга, то суть только в том, что люди против, не надо нам терять еще один сквер. Кроме этого, не просто не надо терять сквер, а хватит уже с нас довольно большого количества зданий офисных, и бизнес-центров достаточно. Вон там еще какой-то кристалл достраивается, и так их хватает. Неподалеку от мэрии, вон, по-моему, так и недоарендованное вот это вот здание большое, выстроенное, тоже офисный центр. Ну и вообще, в принципе, согласитесь, куда ни плюнь, попадешь либо в торговый центр, либо в бизнес или в офисный центр. Как ситуация уже, можно так сказать, давняя, и я бы, может быть... Нет, мне все равно интересно ваше мнение, но было бы, может быть, не от чего оттолкнуться, как от свежей фактуры. Свежей фактурой в данной ситуации является то, что депутат Гурдума Антон Русских в программе «Особое мнение» высказался, что не надо строить в Вятской торгово-промышленной это здание, а члены ВТПП вполне могут купить для своей организации офис, сказал он. Если разделить на всех членов, то получится весьма незначительная сумма, это я процитировала Антона Михайловича. Welcome. Комментируйте, а здесь советничество. И вообще ситуацию как таковую, ну и вот мнение господина Русских. Если мы приведем какие-то доводы или там скинемся, то Антон Русских все равно найдет, что сказать. Вот, поэтому комментировать то, что сказал Антон Русских, мне как-то... Не хочется. Не очень хочется. По ситуации я что хочу сказать, значит, ну, во-первых, нужно понять следующее, что, наверное, Николаю Михайловичу надо было поднимать свой голос против застройки скверов, когда происходили эти застройки других скверов, и в том числе тем защитников, которые сегодня встали в защиту этого сквера. У меня вот чисто по-человечески к ним вопрос, а чего они не встали, значит, и не сказали, что только через наш труп застройка сквера, значит, у цирка. То есть, когда это не касалось ВТП, да, вы имеете в виду? Да, когда это не касалось. Почему они не легли, так сказать, на рельсы, когда началась застройка скверов, алых парусов, да, значит, ну, и так далее, и так далее. Почему такая избирательность, так сказать, в отношении Николая Михайловича? Мне это даже очень интересно, надо понять. Откуда ноги растут, да? Да, почему сегодня бьют конкретно по Николаю Михайловичу? Мне это, так сказать... То есть, вам кажется, что это однозначно именно так, да? Однозначно. Николай Михайлович не сильно поддерживает, значит, многих действующих политиков. Это, я думаю, что им не сильно нравится. Иногда он даже выступает с критикой их действий. И думаю, что... Ну, да, он человек своего мнения, в общем... Да, и думаю, что, наверное, люди подумали, а не пора ли нам... Приструнить, да? Типа... Прибрать к рукам этот рупор. Ага. Вот. Это один момент. Второй момент, значит, заключается в том, что... Странно, что не выступают те, кто вместе с Николаем Михайловичем принимал эти решения. Где члены президиума, которые, так сказать, не сидели рядом с ним и не стояли там грудью. Ведь наверняка этот вопрос обсуждался на президиуме, принималось решение по поводу финансирования. То есть отбивается он один сейчас, да? Да. То есть мне думается, что правильные по-товарищески было бы, так сказать, свои соображения. Я не участвовал в этом, у меня по этому поводу не было никаких соображений. Теперь в ситуации, в которой он оказался, он оказался достаточно непростой ситуацией. Потому что он попытался защититься групповым интересом, потому что, знаете, говорить о каких-то личных интересах у нас в обществе не принято, да? Что это в интересах бизнеса. Значит, ему правильные политтехнологи противопоставили против интересов бизнеса и интересов общества, интересов населения. Это легче всего, конечно. Народ против, сказали ему. Но поэтому в этой ситуации, конечно, можно сколько угодно, так сказать, теперь говорить, учитывая, что у нас нет у многих. Мы, во-первых, не привыкли выносить вопросы на общественную дискуссию. И поэтому дискуссия очень часто бывает такая, что даже кто-то вдруг выступает неправильно, как это было в Герцинге, его могут, так сказать, грубо, по-хамски прерывать и так далее. У нас люди не привыкли соблюдать какие-то регламенты при обсуждении вопросов. И у нас нет культуры принятия решений до начала каких-то действий. То есть интересно было бы провести такого рода слушание до того, как произведены какие-то затраты. И самое главное, у нас нет культуры приостановки принятия решения, когда хотя бы меньшинство, но значительное меньшинство против. Ведь вся деятельность в политической нашей системе, она вся вот такая. ОЗС принимает те решения, которые ему надо. При этом сами депутаты могут в кулуарах сказать, что, знаешь, мы против этого решения. Но фракция Единой России, значит, вот на президиуме было принято такое решение. И если мы проголосуем против этого решения, всегда возникает вопрос о совести. Понимаете? То нас исключат. А если нас исключат, опять статус. Опять возникают вот такого рода вопросы. Чего стоит только одно возвращение, так сказать, Единой России после завершения дебатов по переименованию улиц города. Значит, возвращение к этому вопросу. Я уверен, что, значит, если спросить большинство членов Единой России, то, скорее всего, они скажут, давайте отставим этот вопрос. Этот вопрос должен проходить постепенно. Не решаются таким образом вопросы. Давайте пусть сделают политические силы, тот же главный любитель переименований Никита Юрьевич. Значит, пусть сначала реально мы изменим ситуацию, реально люди почувствуют, большинство людей, что изменяется жизнь к лучшему, и только после этого давайте будем приступать к формальным переименованиям, изменениям каких-то, так сказать, улиц, а может быть и города. Ну, тут об этом тоже есть что сказать. Вот если придерживаться той точки зрения, которую вы сейчас излагаете, которую очень много кто поддерживает, для них, можно сказать, это приятная новость. Прокуратура обжалует решение Гордумы по переименованию. Координатор движения «Суть времени», который как раз выступает против этих всех переименований, Андрей Мажеветинов, он обращался в органы с заявлением и говорит, что прокуратура будет это обжаловать. Правда, это он говорит. Мы не видели бумагу прокуратуры. Я не хочу, чтобы обжаловала это прокуратура, понимаете, я хочу, чтобы как в нормальных обществах, чтобы было таким образом, чтобы мы посмотрели на людей, если даже 20% против, то уже этого делать нельзя. То уже этого делать не надо, надо подождать, надо поработать с людьми, переубеждать их, проводить какие-то мероприятия, начинать в школах детям рассказывать там про историю, еще про что-то там, что это было. И пусть они решат, мы не должны за них сегодня решать, а фактически решают за них люди, которые, собственно говоря, меньше будут жить в переименованном городе, тем дети, так сказать, подрастающие. Поэтому вот этой культурой мы должны овладеть, что понимаете, вот этот принцип демократического централизма, когда нас большинство, и мы проголосовали, все остальные должны подчиниться. Дурацкий принцип, особенно в таких вот вопросах жизни и деятельности населения. Ну и что? Ну пусть 20, сегодня же половина против, ну пусть 20% против. И куда этим 20 потом деваться со своим недовольством? Ну да, получается, что их не спросили, они вроде как люди второго сорта, и вроде как не в городе живут. Не большинство, вот, и вообще не либералы, а черт знает что, и вообще не патриоты, ну и так далее. Теперь можно вешать, 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 и вешать, и вешать. Поэтому пусть прокуратура, если хочет разбираться, но за то, чтобы разбирались в этих вопросах сами люди, сами депутаты, не какие-то президиуми каких-то партий, да, давали там указания своим членам, а люди своей душой, ну чтобы решали сердцем эти вопросы, смотрели, а кто у меня сосед? Почему, вот если ему не хочется перевинать, почему и выслушал его, да? Ему мотивировал. Да, выслушал, спокойно, за чашкой чая, не кулаками, так сказать, не в судах, не в прокуратурах разбираясь, а фактом причем, да? Да, послушал, поговорил, свое мнение высказал, потом снова встретился уже за бутылкой кваса, еще раз обсудил. Вот это путь к решению таких общественных вопросов, а не то, что вот собрались, значит, заранее там решили на каких-то там политсоветах, вот, и пришли. Это вопрос не политсоветов, не фактов. Якобы провели общественные слушания, да, про которые, допустим, никто не слышал, нет, они вроде как и были, но когда про них никто не знает, так понятно, что на них никто и не придет. Еще доступ, значит, по пропускам и по спискам там и так далее, то есть это все, это все пахнет очень плохо. Мы, надеюсь, немножко выправимся, потому что у нас вот никогда не хочется заканчивать на такой обрубочной ноте. Вы не переключайтесь, пожалуйста, мы продолжим особое мнение Азиза Агаева. В студии Антонина Тихомирова сегодня особое мнение высказывает Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Азиз Альичи вновь об эффективности, тоже ситуация уже некоторое время развивается, но мы с вами не обсуждали деятельность аэропорта, вы, естественно, в курсе всей этой эпопеи. Значит, как информповод использую то, что повышением эффективности работы принято, вот, пофамильно определились с тем, кто из депутатов УЗС будут заниматься повышением эффективности работы победил, а именно Бакин, Харюшин, Конышев и Джумалуддинов, но суть не в пофамильном перечне, а в том, удастся ли, вот, ну, то ли по причине очередного вливания денег, вот, как вы тоже в курсе, да, что там в бюджет вносили поправки и так далее, и так далее, вообще этот бедный аэропорт, он какой-то, какой-то он, какой-то бедный, он и несчастный. Кстати, вот, ФАС, говорят, тут начал пока с анкетирования, значит, тоже там заинтересовались работой Победиловой эффективностью, ну, так, пока без строгих каких-то мер, но тоже, значит, начинают свой анализ ситуации. Вообще, что вы думаете, будем ли летать самолетами аэрофлота? И вообще, вот, по этой ситуации, скажите мне свое мнение, по Победиловской. Ну, мы как-то говорили об этой ситуации, когда Жданова только назначали, выспрашивали, что я думаю, так сказать, по этому поводу. Но сейчас же опять выяснилось, что все опять неэффективно, опять денег попросили, понимаете, то есть в том-то и дело, то есть в основном и не там, и все, вот, ну, теперь у завистники с конкретными фамилиями будут эффективность повышать. Интересно, как? В этой ситуации не устраивает, пока только, я не услышал, может быть, оно и есть, но у меня не устраивает отсутствие документа. То есть... Как именно они хотят эффективность повышать, да? Какого документа? Меня не устраивает наличие, отсутствие законченного бизнес-плана. То есть, чтобы можно было понять, при каких условиях, значит, наш аэропорт будет, кирковское авиаподприятие будет эффективным, оно будет прибыльным, рентабельным и так далее. А то денег-то можно во что угодно, да, подавливать, как в колодец вообще. Ну, и после этого уже, значит, решать, как достичь этого. И после этого, если, например, мы, рассмотрев все варианты, все сценарии, приходим к выводу, что нам этих условий не достичь, то тогда, значит, ставится вопрос о том, что, например, авиаподприятие или эта структура будет постоянно субсидироваться из бюджета. То есть, ну, а сейчас, как бы, вот, да, я двух человек, ну, я с уважением, так сказать, и к Бакину, и к Джамалу Динову, ну, вот, ну, может быть, в меньшей степени, там, к Харюшину, я так понимаю, что там есть неурегулированные вопросы, там, с Багиром, например, да, так сказать. Поэтому, не знаю, пока человек бизнес и не урегулировал своими партнерами, так сказать. Как он будет эффективностью заниматься, да? Как он будет заниматься эффективностью другой структуры, не знаю. Ну, большие вопросы для меня, там, то есть, надо все равно заканчивать с кем-то начатые дела, а потом идти в новое предприятие, так сказать. Ну, вот, в этой ситуации хорошо, я думаю, что и Богомальевич, и, значит, Владимир Гаврилович прекрасно разберутся в цифрах, что происходит, будет, но все равно работу эту по появлению этих цифр, по проведению расчетов будет делать Джанов и его команда. Так вот, это надо было уже, уже таскать. Начинать уже? И уже начинать. И учитывая, что это все-таки траты из бюджета, а этот процесс должен идти не просто в рабочей комиссии, этот процесс должен идти публично. То есть, появился документ, выложите его, дайте нам высказать свои соображения по этому поводу. А то, может быть, ведь как будет, опять появится документ, потом он тихонечко обсудится в правительстве, потом он тихонечко обсудится в законодательном собрании, и потом, может, он будет хороший, конечно, а может быть, не очень хороший. И потом, значит, на следующий год снова. Я хочу, чтобы, ну, учитывая там способности там Жданова, что он все-таки знает, у него нормальная подготовка по аналитическому, так сказать, по аналитической деятельности, он знает, что такое правильный бизнес-план, да? Хочется, чтобы вот шел этот процесс, то есть документ уже должен быть, и он должен быть уже, наверное, представлен рабочей этой группе. И рабочая группа его должна обнародовать. То есть, если уж мы содержим всем народом этот аэропорт, ну, давайте тогда будем пытаться всем народом, с участием всех экспертов, определять, да. Ситуация совершенно аналоговая, что с переименованием, да? То есть, коли так, то будьте любезны, спросите народ, да? Да, ну, может быть, в этой ситуации как бы не совсем как с переименованием, весь народ как бы не спросишь, потому что не каждый разберется, так сказать, да? Ну, скажем, спросите расширенный состав экспертов. Пусть они каждый предложат, не просто там, ну, есть у нас любители там сказать, да, сколько там денег, там, то есть, ну да, ну да, я согласен, что много денег. Ну, дайте информацию, чтобы мы могли не просто говорить о том, что потрачены деньги впустую, давайте нам информацию, чтобы мы сказали, а как вообще этот процесс может идти, может быть, действительно надо тратить эти деньги. Потому что мы должны исходить с того, что, ну, или вообще принять решение, нужен нам аэропорт или нет. Ну, наверное, раз там строят такую полосу и столько денег там вложили, наверное, он нужен. А нужна ли нам авиакомпания своя? То есть, может быть, только на прием, да, там, сказать, других авиакомпаний? Ну да, тоже, так сказать, вопрос, может быть, отдать кому-нибудь там, то есть, кого-то, как сделать, полубазовый для кого-то там, полубазовым аэропортом, там, не знаю. В общем, тут есть масса вопросов, как всегда, в таких, как бы, общественно полезных делах, я всегда говорю, если будет вопрос, будет ко мне, так сказать, обращение, с удовольствием поучаствую, поподсказываю, если что-то в моей компетенции, так сказать, да, потому что вопрос, действительно, он касается всех нас. Вы для себя какой вид транспорта предпочитаете, если нужно до Москвы, поездом или самодельным? Да, на сегодняшний день поездом, потому что не всегда удобно самолетом, да и... Ну не всегда удобно в каком смысле? В том смысле, что не так их много летает, что вот там вот взял, сел и уехал, да? Поездов, как бы, вот, больше выбора. Поездов больше выбора. Ну, знаете, очень многие говорят, ну, сел вечером, значит, поезд, поспал, утром стал и уже, значит, на месте. Причем можно выбрать, начиная с 5 утра и заканчивая. Ну да, там любые проходящие варианты. И опять же ты в центре города уже оказываешься, в Москве, да? А не где-то в аэропорту. Еще можно подготовиться, там, ведь фактически использование аэропорта предполагает, что ты минимум 6 часов тратишь на то, чтобы... Это точно. А на поезде тратишь 12-13 часов. Ну то есть, ну как-то поставимо это все, да? Что касается, например, лететь в Казань, так вообще, наверное, проще там... На машине. Лучше деньги потратить на дорогу, на это, которая там, до Казани, условно говоря. Так и есть. Есть тут масса вопросов, которые... Можно приводить аргументы за и против, но надо просто друг друга уметь слушаться. В оставшиеся пару минут хочу задать вопрос скорее федерального уровня. Это касается принятого решения на Петербургском экономическом форуме. Президент Путин предложил объединить верховные и высшие арбитражные суды. А именно это теперь потребует внесения поправок в Конституцию. В многие там, да, законы. В первую очередь в Конституцию. Вот здесь, наверное, какое-то там некое двоякое, получается, ощущение. С одной стороны, должно же быть что-то незыблемое. Получается, если мы сейчас начнем, так сказать, перекраивать в том числе и Конституцию, хорошо ли это? С другой стороны, если очень давно не меняется там какой-то единый государственный закон, жизнь требует выносить свои коррективы, и может быть и это оправдано. Вот в оставшуюся буквально минуту, простите, что буду вас просить коротко, ваше мнение просто. Трогаем Конституцию или не трогаем? Вот коротко, вот в таком ракурсе я как бы и не хотел бы отвечать, потому что вопрос не в том, чтобы изменить Конституцию или какой-то закон. Это без проблем. Госдума, как президент скажет, примет любой закон. Это понятно. Даже самый худший в трех чтениях. К сожалению. Да, проголосует и речь совсем о другом. Речь о том, что от того, что мы совершим реорганизацию, эффективность судебной системы не повысится. Есть строгий ряд определенных действий, которые нужно совершить, чтобы повысить эффективность судебной системы. И они совершенно заключаются не в том, чтобы объединить суды, да? И изменение закона, и объединение судов как раз не в числе первых и приоритетных вот в этом списке. Ну, а потом как-нибудь мы об этом более подробно поговорим. Да, я думаю, что это вообще стоит отдельного обсуждения, что мы непременно и сделаем в ближайший же, я думаю, месяц. Сегодняшний гость эфира был директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев. Азиз Альич, огромное спасибо за эфир. Всем удачной недели, хороших дней, солнечных, теплых. Купаемся, загораем, получаем удовольствие от лета. Удачи, успехов, всего хорошего. Всем счастливо, счастливо отдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok